интеллигенция каждого народа обязана думать о воспитании и полноценном образовании будущей своей элита которая станет здоровой сердцевиной носителем хранителем традиций обычаев языка и культуры своего народа остановит процессы ассимиляции и исчезновения многих коренных малочисленных народов сегодня назрела острая необходимость в создании системы из сети лицеев функционирующих в крупных городах россии с высоким уровнем подготовки с приглашением в качестве лекторов ведущих ученых специалистов с мировым именем формате по он оффлайн позволяющим выпускникам продолжить свое образование в самых престижных вузах россии стран снг европы и америки с дальнейшим трудоустройством в госструктурах и ведущих отраслях промышленности российской федерации вот именно эти проблемы и вопросы обсуждались на нескольких встречах лидеров и активистов многих тюркских народов россии встречи в помещении штаба татар москвы в двух дистанционных зум-конференциях с привлечением ученых преподавателей успешных предпринимателей и бизнес элита причем эти проблемы заинтересовали не только татарскую общину россии как одну из самых многочисленных но и башкирскую азербайджанскую казахскую гагаузскую турков-месхетинцев крымских татар и других когда у нас совсем нет национально ориентированной элиты нашем обществе то есть подготовка этой элиты она в общем-то очень и слаба вот как раз рустам фаизович эту идею насчет элиты в первый из подвиг кстати говоря на эту тему на этот вопрос задуматься об этом понимаете ведь у нас смотрите старые поколения грамотные люди да вот они все уже постепенно вымирают а что идет на смену если у нас национальная элита вот на это что значит элита да у нас полно значит людей которые имеют большое высокое образование до высокую культуру но в национальных интересах в интересах наших народов работают ли они где нам будет найти фузию барамова через 20 лет фантаста софиулина где найти индустагирова где найти да где нам вот где это кузница кадров которые например будут у нас по продвижением пропаганды идеологии татарского языка в будущем это касается не только татарского языка это касается и других тюркских народов и в тюркских народах тоже это означает вот мне сейчас кажется что очень важное вот направление такое это воспитать вот и азербайджанцами кумыкам и всем воспитать даже достойная пока я такое значит поколение общественников которые в будущем будут рупорами идеологами и будут продвигать продавливать значит вот это татарское национальное движение в год если мы этим не будем заниматься не то что через 100 через 20 лет уже тюркский язык исчезнет с российского просто исчезнет а так пока есть шансы пока мы живы вот наше поколение которое мы хотим чтобы наши дети тоже говорили на родном языке а я смотрел это название сегодняшний сегодняшний нашей нашей нашу круглого стола и думаю формирование интеллектуальной элиты я думаю что у нас есть или так у нас татаров или азербайджанцев я не знаю глухих наших кому братьев башкир нету что ли узбеков элитные здесь конечно есть но они как-то отделились от народа я вот лично говорю я люблю свой народ я патриот своего народа у нас очень много хороших характеров но у нас вот чиновники и немножко состоятельные люди они живут отдельно от народа вот как-то консолидировать объединить наши усилия чтобы вот эти или наши интеллигенция и бит представитель бизнес-сообщества поближе стали им тоже должно быть интересно что будет через лет 20-30 с этими с детьми с нашим молодежью у каждого из наших тюркских народов есть свои лидеры сейчас такой период когда личным примером надо воспитывать личным не так вот посадил как в общеобразовательной школе 40 человек это а это б это в эти времена прошли надо личным примером либо приводить как бы людей которые состоялись в этой жизни чтобы люди видели дети наши видели дал это такой человек я рядом с ним чтобы вдохновение было понимаете у него почему это политика и политика со стороны сынов сиона понимаете если население превышает народ больше миллиона это дополнительное бюджетирование места в госдуме места в совет федерации чего нам не хватает мы сейчас вот сели и будем опять говорить почему вот на в этих комитетах в центральном телевидении в сми сидят евреи армяне 5 потому что мы молчим у нас нет кулака тут туда потянул отсюда поэтому здесь сидят умудренные наши аксакалы я уверен найдем и точку соприкосновения да и решим все эти вопросы параллельно с этим можно создать вообще какой-то дом дружбы тюркских народов москве это проще будет взять какое-то помещение в аренду вот тут уже можем простые меценаты и бизнесмены собрались в аренду взяли какое-то помещение и мы там все собираемся вот дом национальности который у нас существует на казанском вокзале вы знаете да туда не попасть туда надо чтобы какое-то мероприятие провести надо очень много заявлений писать и ждать когда ты попадешь это там все это потому что они находятся под мэрией если мы найдем помещение и создадим такое значительное тюркское какое-то сотрудничество там тюркских народов вот это было пошло и там на базе этого можно проводить какие-то мероприятия было предварительно решено создать архкомитет из известных представителей и выйти на федеральные и московские власти с готовой идеи сформулированной в виде концепции идея создания лицеев с инновационным высоким уровнем образования с углубленным изучением тюркских языков литературы истории и культуры язык образования русский турецкий английский наряду с основным стандартом необходимо организовать дополнительное факультативное образование обеспеченное за счет введения платного обучения спонсорских пожертвований по национальной культуре истории литературе а также изучение вспомогательных иностранных языков по личному выбору арабский фарси китайский японский основные виды национальных видов спорта функционирование сети лицеев должно проходить по принципу государственно-частного партнерства то есть с полным согласованием утверждением министерства просвещения и других госструктур с предоставлением помещений соответствующих санитарным нормам и обеспечивающих проведение учебного процесса свободных или малоиспользуемых аналогично гб у школ а также с соответствующими льготами коммунальные услуги и платежи и другие наряду с обычным руководством лицея привлечь деятельности попечительский совет избираемый по представлению общественных организаций который бы организовывал бы привлечение благотворительной помощи и контролировал бы их целевое расходование бюджет лицеев должен быть образован по принципу из госбюджета не менее 35 процентов а остальное платы за образование и спонсорских средств по совместному решению коллектива и попечительского совета свободное от учебы время могут проводиться мероприятия и дополнительная учеба лиц старшего возраста члены попечительского совета выбираются из активистов местных региональных общественных национальных организаций тюркских народов а также представители местного бизнес-сообщества предлагается для начала начать с трех пилотных проектов в москве санкт-петербурге и казани с последующим тиражированием положительного опыта в другие регионы россии вот такую элиту нам нужно воспитать а это воспитывается действительно с юных дней вот поэтому значит действительно у нас система образования должна быть на это нацелена то есть мы не должны развиваться во все стороны значит куда попало у нас должен быть определенный вектор который мы уже прочертили это россия тюркский мир